Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу «Давид и Голиаф и взял посов свой в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья и положил их в пастушечьую сумку, которая была с ним, и сумкою исправящую в руке своей выступил против ферестимлянина. Выступил и ферестимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и орженосец шел впереди его, и взглянул ферестимлянин и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом, и сказал ферестимлянин Давиду «Что ты идешь на меня с палкою и с камнями? Разве я собака?» И сказал Давид «Нет, но хуже собаки». И проклял ферестимлянин Давида своими богами, и сказал ферестимлянин Давиду «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал ферестимлянину «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, бога воинств израильских, которые ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руку мою. И я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой, и трупы войск ферестимлянского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда ферестимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу ферестимлянину, и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил ферестимлянина в лоб, так что камень вводился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид ферестимлянина, прощуя камнем, и поразил ферестимлянина, убил его, меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и наступил на ферестимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек ему голову его. Ферестимляне, увидев, что силачий умер, побежали. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.